В третьем сезоне сценаристы намерены развивать персонаж Кая. Хитрый, но невероятно харизматичный брат Ферита Кархана давным-давно украл наши сердца. Поговорим о том, как герою Таро Эмир Атыкина это удалось. Зрители Зимородка не устают писать о невероятной харизме и многоградности его персонажа, а коллеги Таро восхищаться манерами и трудолюбием актера. Кая и Таро Эмир Атыкин – тот самый случай, когда аудитория проекта почти с одинаковой силой полюбила и героя, и исполнителя роли. Из всех персонажей Зимородка Кая до сих пор остается самым загадочным. Его настоящее чувство и переживания невозможно угадать. И даже когда создатели сериала пытаются заставить нас усомниться в его благородстве, Таро в кадре делает все для того, чтобы еще больше запутать зрителей и опровергнуть злые слухи о его герое. Поговорим об особенностях его персонажа. Первое. У него невероятная харизма. Пожалуй, это главная причина, почему Кая начал нравиться аудитории. Иногда даже больше Ферита. В социальных сетях есть тысячи аэдитов с хитрой улыбкой и манящими жестами молодого человека, от которых нельзя оторвать взгляд. Кая превосходно держится с окружающими и каждой новой фразой или действием сильнее захватывает внимание зрителя. Танцы на столе или предложения руки и сердца – события в истории не так важны. В любой сцене он ведет себя настолько непосредственно и притягательно, что устоять перед ним практически невозможно. Второе. У него безупречное чувство стиля. Пока в мире сериалов некоторые зрители с каждым новым эпизодом гневно отзываются о стиле Сейран и не понимают, почему главным героям подбирают те наряды, что их совсем не красят, другая часть аудитории восхищается образами Кая. С самых первых секунд он влюбил в себя поклонников зимородка оригинальностью, которая прежде всего проявилась через моду. В отличие от Феррита и Абедина, чьи гардеробы отличаются сдержанностью, Кая всегда заботится о деталях образов и удивляет окружающих смелостью аутфитов. Признаемся честно, мы все были шокированы его первым появлением с татуировками, цепями и кольцами и заворожены нарядом Каи с кожаной курткой в девятой серии. Третье. Он независим. Да, с характером Кая пока не все понятно. В его натуре сочетаются абсолютно полярные черты. Но одно мы знаем точно. Если он что-то задумал, тогда никто не сможет его остановить. За время проекта молодой человек не раз шел наперекор своей семье и близким ради того, чтобы воплотить свои мечты. У Кая сформировались собственные принципы и жизненные ориентиры, изменить которые не способна даже его мать. Вспомним, как он отреагировал на слова Нюкет о смазливости и глупости Суны. Герой воспринял их как личное оскорбление и заявил, что был давно влюблен в девушку, а потому ни при каких условиях не отказался бы от женитьбы. Мать для него – один из самых близких людей на свете, но даже это не мешает ему поступить так, как велит сердце. Четвертое. Он решителен в своих поступках. Как только режиссеры и сценаристы Зимородка начали развивать историю с Суной, они раскрыли Кая с его лучшей стороны. Молодой человек повел себя как настоящий принц из сказки. Он не только не оставил девушку в трудную минуту, спас ее от отца-тирана и взял ответственность за происходящее на себя, но и сделал все, что было в его силах, чтобы успокоить Суну и позволить ей ощутить его поддержку. Сестра Сейран неоднократно сказала ему, что он не обязан выполнять волю Киазыма и жениться на ней, и даже пыталась уговорить его забыть произошедшее, но Кая не позволил девушке самой разрушить историю их любви и настоял на помолвке. Как и в случае с сущностью Кая, мы не можем знать наверняка, кто из особняка ему на самом деле дорог. По крайней мере, помимо Суны и Нюкет. С того момента, как он переступил порог дома Халиса, его жизнь круто поменялась, и даже если в первые дни парень придумал план мести, он точно не предусмотрел в нем появление Суны. Девушка раскрыла его благородные черты характера и в очередной раз позволила Кая показать, что он пойдет на все ради тех, кого любит. Парень не может держать себя в руках, пока кто-то причиняет боль его матери или возлюбленной. Он не смотрит ни на что, когда дело касается Нюкет и Суны, и своей импульсивной реакцией завоевывает уважение поклонников. Шестая. Он безумно красиво ревнует. После сцены с Эбидином в девятой серии, драки на закрытом рынке и первом разговоре с Нюкет о Суне мы просто не смогли не обратить внимания на этот пункт. Подобно характеру и мотивам Каи, он спорный, но в то же время очевидный. Возможно, героем руководят зарождающаяся любовь по отношению к Суне, возможно, чувство собственничества. Но нам это не так важно. Ведь то, как он отстаивает ее, защищает перед остальными и дает понять, что никто не сможет их разлучить, говорит о многом. Как сказала Ифакат, Кая воспитывался в Лондоне и перенимал английские традиции. Поэтому он способен мастерски контролировать свои эмоции. Однако, когда речь заходит о Суне, персонаж Второй Мира Тэкина теряет контроль над порывом ревности и тем самым раскрывает свою страстную натуру. 7. Его невозможно разгадать Кая – человек-загадка. С одной стороны, герой заставляет каждого зрителя восхищаться тем, с каким трепетом он относится к Суне и охраняет ее чувства. С другой же – пугает провокационными диалогами и репликами. Создается впечатление, будто бы после пережитой боли и страданий Кая решил скрывать истинные эмоции от окружающих и не допускать их в свой мир. Из эпизода в эпизод мы пытаемся понять, что на самом деле происходит в его душе, но и сам персонаж, и Второй Мир Тэкин раскрываются с неоднозначной стороны. Они словно дают возможность зрителям по-разному понимать действия Кая и его намерения в отношении Карханов. За избранником Суны действительно интересно наблюдать, ведь мы никогда не знаем, чего ждать от него в следующую секунду. 8. У него есть собственные моральные принципы. В какие бы коварства парни не втянули и Факат или Нюкет, Кая никогда не пойдет против своих нравственных ориентиров. За время второго сезона парень дал родственникам четко понять, что у него есть моральные границы, переходить которые он не намерен. Молодой человек с самого начала заявил и Факат, что не готов втягивать в ее планы Суну, поскольку действительно увлечен ею. И эти же слова о страхе причинить героине боль Кая позже произнес в диалоге с Суной. 9. Он готов идти на безумство. Кому-то из нас могут показаться безрассудствами те моменты, в которых Кая присоединяется к Суне и Сейран и начинает танцевать на столе в турецком ресторане или делает предложение руки и сердца девушке, которую почти не знает, но только не ему самому. И с этой точки зрения он унаследовал главную черту всех мужчин из рода Кархан – импульсивность в поступках. Кая способен на безумство, если они помогут ему отвлечься или сблизиться с теми людьми, в которых он заинтересован. Но при этом он в любой ситуации берет на себя ответственность за спонтанные действия и мужественно встречает их последствия. В общем, с ним Суне будет и весело, и спокойно. 10. Он настоящий романтик Несмотря на сложность судьбы и запутанность семейных отношений, Кая сумел сохранить тонкую душевную организацию и особенный взгляд на мир. На все события, что происходят в Азимородке, он смотрит не так, как это делают другие персонажи. Кая знает, какие слова утешат человека и заставит почувствовать любовь и заботу с его стороны. Молодой человек – истинный романтик, которому нравится приятно удивлять свою возлюбленную и вкладывать в каждый поступок нечто символичное. Вспомним, как он сделал предложение Суне. Он оставался на коленях с кольцом из цветка до тех пор, пока девушка не согласилась выйти за него. А уже в трейлере к 10 эпизоду надел на руку Суны настоящее обручальное кольцо, которое выглядело в точности как то растение. Более того, похоже, что за основу его формы был взят цветок, с помощью которого можно говорить о настоящей любви, силе человека и храбрости без слов. И мы не удивимся, если окажется, что Кая сам сделал украшение для невесты. В третьем сезоне создатели обещают показать нам развитие пары Кайсун. А вам нравится эта пара? Напишите!